Весть о том, что в Артемовском проходит рабочий визит первого заместителя председателя Законодательного собрания Свердловской области, секретаря Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктора Шептия, заставила немногие СМИ города оперативно отреагировать и отправиться за подробностями. Пропустив, к сожалению, объезд по объектам, представители средств массовой информации дождались главного визитера возле здания, в котором расположено местное отделение правящей партии. Виктор Шептий прибыл в сопровождение артемовских однопартийцев, депутатов местной думы, главы Артемовского городского округа и его ангела-хранителя Сергея Араптанова, заместителя управляющего администрации Восточного управленческого округа, без которого теперь не проходит ни одно заседание думы. В помещении местного отделения партии было запланировано совещание с участием всех прибывших и представителей общественности. На совещание СМИ не пригласили. Тем не менее, с Виктором Шептием журналистам все-таки удалось пообщаться. Как он отметил, его приезд в Артемовский стал инициативой депутатов местной думы. В частности, одной из причин визита послужили радикальные действия некоторых артемовских думцев, которые в начале 2020 года пугали коллег сложением своих полномочий. Конфликт тогда удалось исчерпать, и сегодня настало время оценить наступившее равновесие. Действия, да, вот такие, достаточно такие радикальные, по отказу от своих мандатов мы обсудили, нашли, ну нужно было как бы поразбираться дополнительно, нашли, в чем была истинная причина вот такого хода. И в принципе, причина-то простая, что каждый должен заниматься своим делом и выполнять те задачи, которые поставили наши избиратели. Они закреплены сейчас у нас и в рамках нацпроектов и в рамках социально-экономического развития Артемовского. Так как высокопоставленного гостя местные чиновники и депутаты-единороссы сразу провезли по объектам, демонстрирующим успех в развитии округа, то Виктору Шептию удалось сделать определенные положительные выводы. Мы сейчас проехали, посмотрели. На самом деле, когда работают дружно, то результаты-то и достигаются. На примере стадиона машиностроителей, на примере лыжной базы «Снежинка», да, развития детского сада, который строится. Виктор Шепти отметил, что позитивные сдвиги есть и их нельзя не учитывать. Но на фоне существующих разных проблем, сегодня одной из актуальных для артемовцев стала реализация реконструкции Сквера Победы. В то же время мы видим, что Дню Победы, допустим, сейчас праздник, день, который должен всех объединять и все должно, как говорится, привести в порядок все места воинской славы, недоделаны эти вопросы. По словам первого заместителя-председателя Законодательного собрания Свердловской области, целью его визита стала необходимость еще раз напомнить депутатскому корпусу и руководству муниципалитетам о тесном взаимодействии, в результате которого и реализуются государственные программы, решаются любые вопросы, а также о наиболее важном для всех россиян предстоящем голосовании – о поправках в Конституцию. Нам же надо пригласить людей все вместе на голосование по поправке в Конституцию. Это тоже тема, которая сейчас будет обсуждаться. И не хотелось бы, чтобы такой важный государственный вопрос был перекрыт какой-то местной повесткой, которую надо просто решить в рамках своих полномочий. Что касается провального для администрации Артемовского городского округа проекта со Сквером Победы, в частности с теми затратами, которые понес бюджет, то Виктор Шепти отметил, что в данном случае итог должна подвести счетная палата и другие надзорные органы. Контроль качества работы подрядчиков и вообще выполнение муниципальных контрактов – это вообще отдельная тема, которой тоже занимаются у нас. И счетная палата области есть, и соответствующие контрольные органы – это вопросы, скорее всего, к ним. Но я считаю, что в любом случае бюджетная копеечка, рубль должны расходоваться строго по тем направлениям, которые люди предложили. На завещании в местном отделении партии «Единая Россия» с участием Виктора Шептия были приглашены общественники, но надолго их там не задержали. Так, председатель экологического совета поселка Бланаш Виктор Юрьев успел обозначить три вопроса, которые по-прежнему тревожат жителей его поселка. О наших проблемах, которые существуют, действительно, вот эти три основные проблемы, которые существуют на территории поселка Бланаш. Это подтопление территории грунтовыми водами, это качество питьевой воды, несоответствующее нормам СанПИН, это свалка, которая отравляет нашу жизнь, которая приближена к территории поселка, и никак не сможем, не можем с ней побороться, побороться, потому что власти сегодня не хотят решать эти проблемы. Сегодня мы присутствовали и задали эти вопросы конкретно и в письменном виде, и в устном, значит, мы озвучили эти проблемы, но нас просто попросили из этого кабинета, где состоялось совещание, покинуть его. Поэтому надо, значит, задать еще раз вопрос, едины ли народ и партия. Общественник Валерий Абнагимов, также выступивший на совещании, уверен, что смог вызвать долю сомнений у Виктора Шептия по поводу представленных ему успешных проектов. Ведь у медали две стороны. По виду Шептия он остался доволен и высказался о том, что он доволен работой округа, главой, и желает нам дальнейших успехов в своей работе. Однако, когда началось выступление общественников, мнение господина Шептия немножко покачнулось. Спортивный комплекс «Снежинка» строился не благодаря главе округа, а благодаря депутату Государственной Думы господине Чепикова. Он, господин Чепиков, лично и спрашивал у губернатора возможность постройку этого спортивного комплекса. На что получил удовлетворительный ответ, и строительство комплекса началось. То есть глава округа к этому никакого отношения не имеет. Тем не менее, господин Шепти обозначил его как бы самое главное достижение у нас в округе. Это спортивный комплекс «Снежинка». По словам Валерия Абнагимова, в ходе встречи с Виктором Шептием, как только общественники начали поднимать в своих выступлениях в ворах проблем, от которых местные чиновники продолжают открещиваться, то их выступления резко сократили и вообще попросили удалиться. Как только начал поднимать злободневные вопросы, народ оказался отдельно, а партия отдельно. Нам сократили резко время выступления. Народ и партия должны быть едины. А сейчас, в настоящий момент, мы находимся по разные стороны баррикад. Вы находите в теплом помещении, где обсуждаете состояние дел в нашем округе, а мы стоим на улице, общественники. Валерий Абнагимов сожалеет, что ему не удалось рассказать лидеру Свердловского регионального отделения партии «Единой России» о реальном положении дел со строительством школы в поселке Красногвардейском, о проблемах с котельной Соснового Бора, об ужасном качестве питьевой воды в поселке Красногвардейском, о чем местное руководство муниципалитета доводит заведомо искаженную информацию до областного правительства. В свою очередь, общественница Ольга Скутина, член партии «Единой России», подняла вопрос о несоблюдении главой Артемовского городского округа российского законодательства по части предоставления декларации о доходах. Мне хотелось задать один вопрос, и мне его удалось задать. По декларации главы Артемовского городского округа Самочерного, о неправильном заполнении его декларации за 2008 год. Я уже об этом сказала, что в декларации он указал недостоверные свои сведения, и причем он обманул департамент по коррупции при правительстве Свердловской области, сказав, что он новый дом построил, 125 квадратных метров, вместо старого домика, 25 квадратных метров. А 25 квадратных метров этот домик, он снес в 2019 году. То есть он обманул, это точно неправда. Есть сведения, и все многие жители знают о том, что этого домика нет. И в Егоршинских вестях об этом было опубликовано, что в 2017 году этого же домика не было. Я-то высказала свое мнение, что я член партии «Единая Россия» с начала образования этой партии, и мне просто неприятно быть с такими, как Самочернов, в единой партии, в одной партии. По поводу вопроса декларации главы, в которой чиновник указал недостоверные сведения, средства массовой информации также удалось получить комментарий от Виктора Шептия. Безусловно, партия не просто реагирует. Вообще-то мы были на уровне федеральном «Единая Россия», на региональном уровне инициаторами тех норм закона, которые предусматривают открытость и обязательно декларирование всего имущества и всех доходов для депутатов и руководителей всех уровней. Поэтому, безусловно, это законодательство надо соблюдать. Хотя сейчас есть некоторые, скажем так, иные варианты принятия решения, если незначительные искажения, и незаведомо эти искажения даны. Но этим, я, между прочим, услышал об этом совсем недавно. И вообще все, что было связано с нарушением в декларациях, мы внимательно за каждым таким случаем смотрели. Мы видели, что здесь были решения судов по депутатам, по крайней мере. Да, да, да. Поэтому здесь позиция такая у партии в целом и, я думаю, и у руководителей здесь, вот в Артемовском, что, конечно, соблюдать законодательство в части предоставления декларации надо. Но если они не несут, если они незаведомо вот эти искажения, и они носят незначительный характер, то можно принять иные меры реагирования, например, предупреждения. Но разбираться в этом обязательно надо. Остается надеяться, что вышестоящее руководство области обратит внимание на высказывания артемовской общественности и поможет навести порядок в муниципалитете.